доброе утро дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube головосадовая тетя таня сегодня говорит и показывает тетя таня грядка с дайконом и черной редькой почему эта тема возникла сейчас а эта тема возникла сейчас не просто так вы задаете вопросы которые уже не следует задавать а почему у меня редиска дайкон и редька все идут в цвет дорогие мои я уже как знаете старая воспитательница в садике или старая учительница школе я уже вас уже веду вот это нельзя это не так а вы все равно делаете одно и то же вы зачем редиску сети когда жара на улице когда света очень много а если в мае когда в мае ну 20 там 25 девочки это растение дайкон и редиски капусты растения короткого светового дня капусты имеется в виду цветные капусты листовые капусты китайские капусты растения короткого светового дня когда только начинается лето тогда посеянные в марте и апреле они безумно хороши они не выпустят стрелку вот то что вы видите здесь здесь один ряд был посеян заметьте один ряд это дайкон миноваси саша а вот этот ряд крайний это черная редька она называется цилиндра то есть у нее такой же плод как у цилиндра свеклы и посеянные это было мои хорошие после ивана купалы то есть после седьмого июля не июня услышьте вы меня христа ради кто-нибудь видит хоть один цветонос нет не видите и не увидите вот вы поймите что когда лето покатилась уже на убыль вот тогда крестоцветные можно сеять после 7 июля можно сеять сразу можно сеять 15 20 и ваш осенний урожай замечательные редиски свеклы и этих капусты кальраби если в теплице у вас все вырастет и пойдет весь в плот особенно когда выберешь знак когда луна проходит знак который отвечает за корень например да еще и убывающие козерог например телец например а вы же все делаете так раз и готова а раз и в стрелку понимаете о чем я и еще хочу сказать обратите внимание на эту грядку что растет по краям морковь растет это тоже ваш любимый приемчик как-то надо занять землю но земли же много она же пустая ну и что в результате на что похожа морковка не на что и она не вырастет никогда в жизни потому что ей морковки солнце надо вот так вот со всех сторон она не терпит затенения вообще вот выросла силос вырос короче и теперь запоминайте что нельзя сеять такие культуры как редис как дайкон как редьки любые белые маргелланские зеленые без разницы как они называются нельзя сеять и капусты быстро растущие когда очень длинный световой день когда у вас день до 12 часов нельзя подождите второй посев третий а то и четвертый уже в теплицах вы можете делать когда лето покатилась на убыль тогда только крестоцветные такие как вот эти культуры будут очень хороши и еще перестаньте вы трусить все золой подсыпать в бороздки редис и дайкон они так устроены да и редька тоже они от золы корнеплода не образуют это беда для них просто и у вас опять все пойдет стрелку ну зачем вы это делаете для того чтобы вас ничего не было господи ты боже мой хватит уже а теперь я хочу вам показать вот у меня в руке видите да желтые листья отмершие уже тут еще и трава всякой морковку я вырвала заодно я хочу показать вам как корнеплоды выглядят они посеянные месяц назад посмотрите какие у них хорошие корнеплоды видите какие хорошие и не забудьте что вот эти желтые листья надо обязательно убрать земли иначе все загниет все будет скользкая превратиться по просто в г вот она видите уберите все ручками не старайтесь оторвать много листьев и сломать все у этого несчастного дайкона потому что листья которые вы лишнее уберете зеленые что сделается с растением конечно она пойдет в стрелку она зацветет потому что все листовую массу убрали он понимает что ему кирдык ему надо продолжить рот семенами не делайте так только то что желтое и ненужное вот такое вот уберите все желтое все гнилое ненужное но не ломайте зеленую массу и еще пожалуйста вот посмотрев на то что здесь посеяно это это не я сделала это эксперимент был такой у молодых огородников не делайте так не подсевайте вы ничего к редису ведь я же посев произведен тогда когда убрана уже культура вам что места мало у нас в сибири много все остальные могут себе позволить сделать точно также дача у каждого по 10 15 соток господи одну полоску не надо делать такую гряду одну полоску и посредине на ней культура уж такие как редиски посеянные через такое расстояние всегда дадут хороший корнеплод на этом закончу это ругаться буду бесконечно просто до свидания